Сцепление не бросаем. И в исходную позицию возвращаемся. Руль прямо сделай. Включить поворотник, выжать сцепление и можно ехать. Будущие автомобилисты учатся делать параллельную парковку, змейку, разворот в ограниченном пространстве. Основные элементы, которые помогут уверенно ездить по городу, отрабатывают на автодроме. Правда, легко и сразу они даются не всем. Стоп, стоп, стоп. Ты в зеркало видишь конус? Вот, вправо. Да ты руль не туда кручешь. Тебе вправо надо ехать, а не влево. Ты конус вправо из зеркала не видишь. Запускаем двигатель. Ну вот скажи, по городу как вообще? Страшно, не страшно получается? Ну паникуешь, когда много машин, а когда нет их, то в принципе все отлично. А что вот сложнее всего дается или что страшнее всего в городе? Ну когда сзади тебя поджимают очень дорогие иномарки, чтобы не скатиться в городе. Учат начинающих автомобилистов опытные инструкторы. Анатолий Михайлович в своей профессии уже 40 лет. Говорит, за это время через него прошли тысячи учеников. Не боятся садиться за руль даже пенсионеры. За два с половиной месяца обучения за рулем начинают чувствовать себя уверенные люди пожилого возраста. Сейчас вот в данный момент у меня есть женщина, есть 60 с небольшим ей. Ну тяжело, конечно. Сейчас еще период такой зимний, она, конечно, желательно летом ей учиться. Зимой, конечно, тяжело. Не, ну у всех все получается, но это все в зависимости, сколько еще часов она откатает. Допустим, если человек выкатал все свои вождения, все равно заметно, что чему-то он учился. Сейчас ежегодно саратовский ДОСАФ подготавливает порядка 600 курсантов. Большинство обучаются на категорию «Б». Открыты также курсы по обучению водителей большегрузов и судоводителей. Но так было не всегда. Изначально, 95 лет назад, принимали людей только на военную технику. Мы подготовили тысячи, десятки тысяч, да, курсантов. И в предвоенные годы здесь готовили мотористов рулевых, торпедистов, сигнальщиков, семафоров. Вот. И когда началась Великая Отечественная война, в этой школе был большой набор. Готовили для службы на военно-морском флоте. Кстати, если раньше управлять технику учились только мужчины, то сейчас ситуация в корне меняется. По словам руководства автошколы, в каждой группе большая часть курсантов – именно девушки.